Зарплату в конвертах получает почти половина людей трудоспособного возраста региона. Такую статистику накануне озвучили представители трудовой инспекции и краевые депутаты в рамках круглого стола, который прошел в законодательном собрании. Если говорить языком цифр, то серую зарплату получает более 600 тысяч человек со всего края. В основном работники торгово-розничной сферы, сельского хозяйства, а также механики и строители. Теневой бизнес наносит ущерб не только экономике региона, отмечают чиновники. Ведь все неуплаченные налоги заработника остаются у предпринимателя. Прежде всего, страдают сотрудники предприятий. Ведь юридической защиты в виде договора у них нет. Соглашаясь работать неформально, работник рискует получить заниженную заработную плату, не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем, отпускной или вовсе не пойти в отпуск, оплату листка нетрудоспособности, пособие по безработице в полном объеме. Он может полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных при увольнении. Кроме того, зарплаты работника не будут производиться пенсионной числением. Одна из приоритетных задач властей – трудовой инспекции, а также надзорных органов – снизить неформальную занятость среди населения. Помогают в этом внеплановые проверки трудовых договоров на предмет соответствия требованиям законодательства. За четыре года такой работы удалось вывести из тени и восстановить трудовые договоры 110 тысячам сотрудников.